Война. День 107. Ситуация на фронтах. Альянс Свободы. Норвегия передала 22 самоходные артиллерийские установки М109А3GN калибра 155 мм. Помимо самих самоходок, пакет помощи включает запчасти, снаряжение, боеприпасы, а также обучение украинских артиллеристов, которое проходило в Германии. Это американские САУ на гусеничном шасси с немецкой модификацией с длиной ствола 39 калибров, что позволяет стрелять на расстояние до 30 км. Более того, известно, что эти самоходки уже воюют, ибо поступают видео с фронта. Также россияне выложили видео, где батарею этих самоходок накрывают из реактивных систем залпового огня, в результате чего одна была повреждена. Север. Продолжаются обстрелы приграничных населённых пунктов в Черниговской и Сумской области. Также сообщается о столкновениях с диверсионными группами. Восток. Харьков и пригороды подвергаются ракетным и артиллерийским обстрелам. В районе Изюма россияне накапливают силы для атаки на Славянск, но для начала им необходимо захватить Богородичное. В то же время российская армия начала строить укрепление западнее Изюма на фоне опасений украинской контратаки на город. Российским войскам удалось выйти на окраину долины, бои в которой продолжаются. Атаки в районе Богородичного и Довгенького были отбиты. Россияне утверждают, что их войска форсировали Северский Донец, Подстогорском и захватили Татьяновку. Однако это не подтверждено и нет никаких визуальных доказательств. В Северодонецке продолжаются ожесточенные бои. Пробзона полностью под контролем украинских защитников, и она подвергается постоянным артиллерийским обстрелам. Российскими войсками был полностью уничтожен Ледовый дворец. Южнее атака на Ташковку была отражена. А вот в Камашевахе была захвачена ее западная часть, что усложнило положение дел защитников Золотого и может вынудить их отступить, дабы не попасть в окружение. Далее сообщается о наступательных действиях россиян в направлении Нырково, Николаевки и Берестово. Все с той же попыткой перерезать трассу Бахмут-Лисичанск и все с тем же результатом. Трасса пока не перерезана, но под огневым контролем. Продолжается атака российских сил с юга Попаснянского выступа в направлении роты. На сегодня атакующим удалось продвинуться вперед. Дальше обстрелы по всей линии фронта, но о продвижении неизвестно. Под Днепру нанесли ракетный удар, в результате чего возник пожар на одном из промышленных предприятий. Юг. Появилось видео обстрела украинского десантного корабля Юрий Олеференко в Днепровском лимане. На видео попадание не зафиксировано. Также остается неизвестным, какую миссию выполнял этот корабль. И была ли осуществлена высадка десанта? Несмотря на все попытки ликвидировать украинский плацдарм на восточном берегу Ингульца, в районе Давыдова Брода, у россиян это не вышло. Единственное, что у них получилось, так это остановить дальнейшее продвижение. Поэтому россияне активно перебрасывают на это направление дополнительные войска. За последние два дня была зафиксирована переброска 17 реактивных систем залпового огня ГРАД, 2 СМЕРЧА, 8 самоходных артиллерийских установок ПИОН и 6 ГАУБИТ-100Б. Тем самым они пытаются восполнить потери от контрбатарейной борьбы против превосходящей по точности и дальности натовской артиллерии. Также на Криворожское направление прибыли танки Т-62 и свежая батальонно-тактическая группа 49-й армии. В общем, пока россияне радостно наступают на востоке, на юге у них преобладают явно другие настроения. Поддержите видео лайком, комментарием желательно адекватным, также не забывайте подписываться на канал, это помогает тоже продвигать видео. Спасибо за просмотр, пока.